салям до стар булка штанов миненка штанов reaction арнам а кошки льдинс дэр сегодня у нас будет реакция на видео под названием русский назвал казахстан своей родиной ребята без лишних слов приступаем единственная просьба подпишитесь на канал кому нравится реакции ну и в принципе вообще все что вы видите на этом канале также прожмите лайк ну и по итогу напишите какой-нибудь комментарий буду всем признателен за это также кого интересуют реакции на фильмы и сериалы переходите на мой бусте ссылка на него в описании там очень много интересного всем рекомендую так ну что давайте смотреть детка дорогие мои подписчики также приветствую всех адекватных порядочных людей сегодняшний обзор моего видео даже мое мнение вы не забудьте пожалуйста поставить лайк чтобы идти двигался вперед и так и сделаем мнение что вы думаете и также если у кого есть желание подписаться подпишитесь я заранее говорю от души спасибо вам значит обзор моего видео солнечное вот смотрел youtube каналу и увидел один молодой человек значит живущие живет в казахстане он по национальности русской он назвал казахстан свою родину сказал что казахстан это моя родина я так понял что это молодой человек он там родился там вырос дай аллах ему здоровья вот чтобы такие шедерые справедливые людей было по всему миру по всему территорию чтобы были такие справедливые люди больше 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 тогда меньше проблема будет значит вот этот молодой человек я не знаю как его зовут он не представился может быть он представился просто я пропустил этот момент короче он сказал что он живет он живет в казахстане и он знает казахский язык но не полностью но знает молодец молодец говорит что я он делал он снимал как-то видео я так не понял он блогер или просто он хотел обращаться к русским людям которые мы писали негативные комментарии есть же такие вот люди они просто вот больные на голову сидят пишут негативные комментарии потому что сами они ни на что не способны ничего себе не представляют согласен тоже как шайтана короче и белись понимаете вот хотят путать всех короче этот молодой человек говорит что ему пишет комментарий русский что он лезет казахам жопу извиняюсь за выражение это он говорит провокаторы смотрит ну мало очень мало там люди подписаны из русских и очень мало людям не пишут нормальные комментарии остальные 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 все пишут агрессии там не знаю кто что о чем подумал тот и пишет вот смотрите а что такого если живешь казахстане и не хочешь учить казахский язык я думаю что если любой человек родился в любом государстве не стране или не имеет значения какая нация ему в случае ребенок с детства начинает привыкать другим языком тоже а взрослые ему это легко дается которые при желании они учат язык вот у нас в азербайджане все русские практически знает азербайджанский язык это хорошо это же неплохо а что если живешь казахстане и не хочешь учить и знать знания казахского языка казахский язык она сходится с турецким языком это для вас уже плюс когда вы пойдете казахстане магазин или в транспорте или где-то не имеет значения будете спрашивать на казахском языке я думаю что казакам это будет приятно безусловно человек другой нации спрашивает на его языке ну не знаю какая как улица пройти или там магазине сколько это стоит и так далее так далее казахи когда идут в россию они же не говорят с русскими на казахском языке правильно они говорят на русском также в транспорте также общение и так далее так далее что если русский пришел казахстан отдохнуть погулять знакомую или там с приездом это понятное дело вот это который транзитным приходящим люди которые транзитом приходят им не обязательно надо знать потому что они на несколько дней пришли и уехали потому что каждый государственный страну пойти и каждый язык знать это невозможно но человек если живет в казахстане он обязательно должен знать казахский язык казахская история культура обычая воспитания это мое мнение понимаете это правильное мнение я согласен полностью они знают немецкий язык пусть тогда с немцем они по-русски поговорят а чё не на немецком также в америке смотрите уважаемый подпись ребят извините перебью уважаемого агашку но блин все-таки с германии немножко другая ситуация да вообще все правильно но там все гораздо жестче и как это правильно сказать бескомпромиссно то есть у них не было такой истории как у нас то что мы были раньше одним государством русский язык был везде в национальных регионах еще был и свой национальный родной язык это все понятно да когда русский в германию приезжает или казах в германию ты или казахстане сдавка в германию приезжает там у них нету вот этого бэкграунда да то есть там чтобы была одна история некогда одна территория была там абсолютно вообще вот просто другой мир и там другой язык и его приходится учить я так понимаю в казахстане очень многие на русском общаются очень много информации в целом на русском языке вообще вот вот в любых категориях да в любви в любых аспектах жизни и поэтому вот наверное складывается такое ощущение мнение что да можно и не учить как бы я же все равно могу здесь жить я же смогу здесь жить меня поймут я пойму в германии во франции в америке такую не получится да вообще просто не без каких-либо вариантов не получится вот наверное в этом все дело но безусловно язык конечно надо учить той страны в которой ты живешь а уж тем более родился да и кто родился в казахстане на даже вот русские по национальности которые родились казахстане они с детства все это впитали в детстве все дается в десятки раз легче взрослым которые допустим вот по известным событиям последнего времени переехали в казахстан им язык учить это гораздо сложнее плюс не у всех есть вообще способности к изучением языков но это не отменяет того что надо хотя бы попытаться хотя бы попытаться ну это вот лично мое мнение как бы как-то так сегодняшний день русские основной из россии убегают куда таиланд вьетнам китай это основной их не вот как место жительства руси казахстан также аргентина и так далее так далее в турции но с турцией же они потихонечку уходят в кипере в кипере значит уже почти пол россия в кипере вот я вам так скажу у меня есть знакомый живу из бабки да вот человек говорит что пол россия в кипере там как я понял недвижимость там чуть-чуть было подешевле сейчас я слышал она подорожала а так было подешевле и плюс там по моему гражданство еще можно получить но сейчас я не знаю какая структура там но раньше было так а человек если живет казахстане вот это молодой человек и знать казахский язык ему приятно удобно общаться и также казахом приятно удобно этому человеку полностью согласен а те которые пишут что он им жопы лезет извиняюсь за выражение или он там типа подмазывается там не не это глупые люди которые не хотят это провокатор и это гнил или живет в чужом стране чужом государстве и не уважает чтобы учить их не язык в азербайджане русских никто не заставлял они сами научились у нас нету такого школа что вот надо пойти азербайджанский язык научиться у нас нет такого на улице научились да люди там родились и вот они школа хотели и учились и так далее так далее так далее так далее так же но как обычно на дети на улице играются учиться это что-то такого плохого что на него так аж прям столько комент пишут негативные это просто люди тех которые завидуют люди те которые не стоит не стоит также ногтем ногтем казахам не стоит что они вот так пишут этого человек согласен ребят извините уж останавливаю комментирую потому что вот мне иногда пишут смотри видео молча в конце комментируй но ребят тот или иной момент забудешь это же формат реакция человек говорит или какое-то действие происходит в кадре у тебя появились мысли и эмоции по этому поводу ты их высказываешь вот как сейчас вот уважаемый агашка но я на казахский манер да говорю он думает что вот эти комментарии пишут люди которые завистливые да у которых ничего не получил в жизни и даже вот по этим комментариям видно что он искренне в это верит и думать что это просто заблудшие люди заблудшие души да ребят но это не так в подавляющем в подавляющем большинстве да конечно есть и такие которые вот неудачники по жизни да у них ничего не получается и они вымещают злость и выливают тонны фекалий в интернете да в комментариях это понятно но в основном это провокаторы как я считаю в этом прямо убежден они просто сталкивают народы россии и казахстана ну вот если в данном случае да в конкретном такое и и там даже не важно кто сидит то может быть и русский сидеть это писать может быть и казах кто угодно может это сидеть писать это просто люди которые наверное не знаю можно сказать на зарплате сидят которые вот и разжигает эту межнациональную рознь в интернете казалось бы да ну ну и что в интернете подумаешь там мало ли кто чем может написать главное чтобы жизни типа было все хорошо но ребят я думаю это как накопительный эффект работает понимаете вот так вот люди читают эти комментарии негативные все это в себе копится внутри а потом это все помещается уже в реальной жизни на русских в казахстане или на казаха в россии ну вот по-разному да варианты могут быть разные а итог один и тот же разжигание межнациональной розни и поэтому я считаю что это исключительно провокаторы которые нацелены на то чтобы вбить вот этот клин раздора что ли в без того да довольно таки местами и натянутые неспокойные отношения между казахами и русскими между казахстанцами и россиянами и опять же да вот я даже сам такое сейчас говорю без того натянутые отношения в подавляющее большинство все это только в интернете в реальной жизни все живут дружно мирно и прекрасно сосуществуют да так казахи в россии так и русские в казахстане все это в интернете но как я еще раз повторюсь да это имеет свойство вливаться и в реальную жизнь все что мы здесь читаем видим вот эта вся злость из интернета она аккумулируется и на наше общение в реальной жизни как-то так казахи слава аллаха они воспитаны порядочные на везде есть свои минусы пинусы в каждом стране каждом нации есть но нельзя обсуждать что все плохие также и среди русских но среди русских слишком много патриота появились вот в октябре у них будет мобилизация вот будем смотреть как они будет себе грудь бить и пойти свою якобы родину защищать вот это будет мобилизация слышал что сейчас уже у них начинается повестка по ватсапу там по интернету и так далее так далее нет нет ничего этого нету я русский россиянин который живу в россии заверяю вас ничего этого нету казахстане он там вырос ему разве плохо что еще одну какой-то лишний язык знать когда едут русские в америку но еще тогда я имею ввиду или в германию они всегда учили первую очередь как поздоровиться как спасибо сказать и так далее так вот я сам знаю 6 языков 6 языков я знаю достойно это разве плохо я великолепно я каком бы стране не был вот именно из этих 6 языков я могу объяснить свое мнение что я хочу куда я хочу и люди меня поймут даже вот русские мне пишут комментарии много русские я обращал внимание они тоже по грамматической ошибки делают когда они пишут на своем русском языке они грамматическое была и белая ошибка делает привыкли только на своем языке было болеть а для них как будто западло если знать что другой язык ну ладно что же агашка я думаю так за всех то не стоит говорить за всех нет безусловно есть есть немало таких но как бы всех всех под одну гребенку я думаю тоже все-таки не стоит тем более минуты и ранее сам же сказал что везде есть и плохие и хорошие да в каждой нации в каждой стадии есть паршива овца и вот так далее по аналогии так что я уж думаю здесь поэтому вот так они делают так что чтобы на них было негатив одна девушка мне пишет марина по моему ее звали пишет мне что почему я хочу почему я всех мусульманов зову на армия туран посмотрите на армия туран сколько людей как сказать дотронуло что другие люди пишут мне вот и зачем там зовешь в армию туран как это армия туран я создаю что ли я не знаю сразу видно что глупые тупые люди вот кто такие вещи пишет армия туран это решает наши президенты всех государства они решают это я честно не мой уровень чтобы это вопрос решал я если мог бы решать была бы у меня такой возможность я бы уже давно это вопрос порешел бы и для того чтобы спокойствие если кто нападет мы уже будем знать пишут мне вот этот опять же марина по моему что все едут в россию зарабатывают почему вы себе дома там на родине не работаете не живете они пришли зарабатывать деньги кормить свои семьи они также снимают там жилье также там питаются поесть купить там не знаю воды пирожные мороженое сигареты и так далее чё вас зависть так мучает да товарищи я не хочу всех русских оскорбить я вот именно оскорбляю и не признаю тех людей которые из себя патриот устраивает издеваются над людьми которые зачем ты учишь другой нации язык или что что то какая разница пусть учат также в турции едут русские сразу первую очередь сколько водя знаю знакомых они до отъезда учили как надо здоровиться с турками привет как дела все нормально они вот этого учат и самое главное они учат сколько какой-то товар будет стоить но это турыстов я имею ввиду и все больше им не надо что-то это плохо наоборот учил для тебе это будет хорошо на будущее будешь знать и мозг твое будет освежиться и знание у тебя развитие развитие идет спасибо молодому человеку которая живет казахстане и назвал казахстан свою родину на и аллах ему здоровья что он не теряет хлеб казахстана не теряет свое детство а наоборот приумножает теряет уважение казахов молодец красавчик это парень она уважаемые дорогие мои подписчики так ну что ребята на этом все и вот последняя реплика до хотел бы добавить не теряет до хлеб казахстана наоборот приумножает что я имел ввиду потому что когда ты изучаешь язык ты хочешь не хочешь волей-неволей изучаешь историю и еще сопутствующие темы до которые вокруг а языка вокруг истории существуют это все познаешь так или иначе будешь передавать своим детям по семье и тем самым как бы это громко не звучало до истории казахстана и благодаря конкретному человеку вдоль в некой маленькой доли степени все равно сохранится и передастся поэтому и я и сказал что еще и приумножает пишите в комментариях ваше мнение что вы думаете по поводу моей реакции по поводу всего здесь увиденного и услышанного кто хочет поддержать канал ссылка на донат в описании ну и также подписывайтесь на мой бусти и смотрите реакции на фильмы на мировые фильмы на мировые сериалы также все ваши топовые казахские фильмы я уже посмотрел давным-давно все это есть также на бустим всех жду в подписчиках а на этом все всем пока удачи до встречи